Памятные даты – хороший повод для фронтовиков собраться вместе, пообщаться, поделиться воспоминаниями и послушать песни военных лет. Одна из таких встреч была организована сегодня в Волжском в местную филармонию. Пригласили тех, кто своим каждодневным подвигом приближал победный февраль 43-го. Продолжит Екатерина Караваева. В зале филармонии Волжского собрались более ста человек. Все они внесли свой вклад в общее дело победы. Фронтовики – дети военного Сталинграда, бывшие малолетние узники концлагерей. Все те, кто побывал в гуще боев или защищал подступы к городу-герою во время Сталинградской битвы. Закрывали брешк на Николаевской переправе, не давали переправляться основным силам. И вот там ожесточенные бои, мы отходили, отходили, и я аж попал в окружение и вышел аж под Георгиевском, из окружения попал в Дройск. Фронтовики делились друг с другом воспоминаниями о суровых военных днях, вспоминали, с каким трудом доставался каждый шаг, приближающий к завершению войны. В преддверии праздничной даты 70-летия победы в Сталинградской битве для гостей звучали добрые пожелания и фронтовые песни в исполнении народного академического хора «Зоренька». С 70-летием победы под Сталинградом фронтовиков поздравил депутат Волгоградской областной думы Владимир Исмаков. По словам парламентария, работа с фронтовиками и ветеранскими организациями проводится в Волгоградской области регулярно и не ограничивается торжественными сборами в честь памятных дат. Мы собираем ветеранов ежегодно и, конечно же, не только 2 февраля. Мы собираем ветеранов и работаем с первичными ветеранскими организациями постоянно. Сегодня мы чествуем их концертам и теплыми словами, но, в общем-то, работа с первичными ветеранскими организациями идет круглый год. И, конечно же, они не остаются без внимания. Другие памятные даты, ну и не только памятные даты, но в течение года. На сегодняшний день в Волжском работают около 30 первичных ветеранских организаций. Все они оказывают фронтовикам адресную помощь, а также принимают активное участие в организации праздничных мероприятий. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».